Добрый день, веселая минутка! С вами вновь Дмитрий Гусев, сайт pomidom.ru Мы выращиваем свои семена и продаем их. Сегодня очень интересная тема, которая волнует практически каждого, кто выращивает томаты. А какой же сорт мне выбрать, чтобы он точно был прям вкусный, вкусный, вкусный? И есть один рецепт, который многим не понравится. Да, это точно. А этот рецепт, он всегда присутствует на фотографиях. Вот я выбрал здесь, видите, много-много вверху фотографий. Сейчас я вам покажу. Значит, фотография вкусных томатов. Вот вкусный томат. Вот вкусный томат. Вот. Я даже не буду называть их названия. Вот вкусный томат. Вот. А вы попробуйте заметить признак, по которому я выбираю сейчас эти вкусные томаты. Вот вкусный. Это сызранская помидора. Самая вкуснейшая из всех. Вот вкусный помидор. Да? Бычье сердце. Да? Вот гигант. 600 грамм. Казанский вкусный. Вот у нас тоже шикарные помидоры. Так. Дальше. А вот это помидор. Все сразу скажут, да. Ну, кругленький, обычный, но он же не такой же уж и вкусный. Вот такие вот кругленькие помидоры. Да, классический вкус томата. В баночку посолить. Но разве сравнить, например, да, вот, ну, с сердцевидными, да, вот эти вот. Не сравнить уже, вы сами уже понимаете, да. А вот этот вот, да. Вот. Тоже не такой уж уж и вкусный. И вот обычные кругленькие помидоры. Стандартный вкус. Для томатной пасты посолить, помариновать. Отличные помидоры. Но вкусные вот эти. Что их отличает? А давайте посмотрим. Вот видите, вот сейчас я даже у сызранской, вот у сызранской помидорки. Видите? Вот здесь вот у вершка, вот у основания, видите, такие белые-белые пятнышки. Видите? Вот такие вот белые пятнышки. Вот, вот, вот. Кто-то скажет сразу, да, ну, что вы, при чем здесь вкус? Это просто недостаток кальция, да. А вот здесь бычье сердце. Смотрите, какое пятно большое белое, да. Вот там вот тоже, вот видите, да. Там меньше у дальнего помидора, но тоже сверху есть. Это вкуснющий помидор. Здесь тоже, да. Видите, вот. Белое пятно у основания. Из-за так называемого, это вот вообще, да, это абрикос-сорт. Крупный, такой вот он пушистый, вкусный-вкусный-вкусный. И вот они белые, беленькие пятна у основания. Дело в том, что вот, тоже видите, какой урожайный. И обязательно, вот они, беленькие пятна у основания, да. Вот у переднего, да, беленького пятна у основания. Всё дело очень простое. Да, действительно, да, действительно. Это вот невкусные, это невкусные, это невкусные. Ну, вернее, обычные, да. А вот это у нас вкуснющие, просто вкуснющие сорта. Просто самые обалденные из всех. Так вот, про недостаток калия. Калий как раз и отвечает за вкус. То есть, за накопление сахаров, ароматов всяких в томатах. И если калия не хватает у устойчивых, так скажем, сортов к вот этому белому пятну, то все эти сахара и ароматы, они равномерно распределяются вокруг, вот внутри всего помидора. И в итоге общий вкус страдает. Он менее ароматный, то есть, не сконцентрированный. А помидорчики вот с таким пятнышком, да, они не могут вам не отдать вкуса. То есть, недостаток калия проявляется только вот на этой маленькой, и она остаётся невкусной, вот эта вот часть, да. Но зато максимум вкуса сахаров и ароматов во всей остальной помидорине. Понимаете? Если бы общий вкус распределить ещё и на вот эту вот верхнюю часть, он бы таким же был невкусным. Сердце. Сердце, сердцевидные, самые вкусные, да, томаты. Вот оно, видите, вот эта розовая часть. Вот оно, самое вкусное. Здесь беленькое, здесь невкусно. Также сызранское помидоры, да. Вот так же белое пятно у основания. Но, как видите, они же не все здесь с таким пятном. Обычно, когда первый томат появляется, самые первые помидоры, когда идёт интенсивный рост за счёт большого количества азота, молодого растения, отсутствия заболеваний, именно тогда проявляется этот недостаток калия. Потом, когда растение взрослеет, и поздние плоды, и в разгар урожайности, эти пятнышки, вот эти вот жёлтые, они исчезают до нуля. Вот здесь, видите, у томата уже совершенно нет этого пятнышка. Более поздний урожай, он всегда будет более... Вот это даже видно, что, видите, буквально же первые плоды висят. Более поздний, когда уже... Вот он тоже, это первые плоды. Тоже будет уже гораздо... Вот они вот эти внизу плоды. Они вот, видите, их много-много жёлтого пятна. Вот, да. А здесь вот верхние плоды его тоже нету, нету. Потому что усваиваемость или усвояемость кальция уже ближе к взрослению растения, она улучшается, и это пятно исчезает. Но всё-таки, чтобы точно... Вы знаете, вот заходите в каталог любой фирмы, и видите помидор, а у него такое пятно. Всё, вкусный. Прям вот просто можно сразу брать. Белое пятно. Вкусный. Белое пятно. Вкусный. Белое пятно. Вкусный. Это обычный вкус. Это тоже обычный вкус. И это обычный вкус. И это обычный вкус. Так что, ну, надеюсь, я объяснил прям всё доходчиво, да. Это от распределения внутри, так скажем, ароматических и сахаров из-за недостатка калия вот в настоящий период, например, вот этого плодоношения. Другой период будет, усваиваемость калия будет лучше, и он исчезнет. Но вкус шикарный сохранит. С вами был Дмитрий Гусев, сайт помидом.ру. Заходите к нам на сайт, покупайте наши семена. У нас неоднозначный взгляд ни на выращивание, ни на овощи. Мы заинтересовываем и вдохновляем садоводов наших и огородников, коими и сами являемся и вдохновляемся. Спасибо. До свидания.